МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о возобновляемой энергии. Это действительно лечебное учреждение, которое отработало передовую технологию. Мы говорим о солнечных батареях, о водонагревателях, которые работают от солнечной энергии. Работу оборудования уже успели проверить в рамках месячника энергосбережения, по результатам которой был выявлен факт значительной экономии электричества и тепла. Горячее водоснабжение в больнице теперь будет и вовсе бесплатным. Мы планируем в рамках месячника показать эту лучшую практику всем остальным, муниципальным образованием, учреждениям, для того, чтобы эту практику уже распространять и в других учреждениях, и в целом получать экономию бюджетных средств, не тратить дополнительные средства на услуги ЖКХ. 300 солнечных панелей сегодня обеспечивают энергией районную больницу, однако полностью отказаться от сетевого обслуживания учреждения пока не готово. В ночное время на данный момент это остается необходимостью, но планы грандиозные. Проект разрабатывался два года. В этом году мы установили солнечные батареи. Они сейчас запущены на 30%. Постепенно планируем ввести полностью. Будет 100% мощности давать. С 2019 года дополнительных вложений больше не потребуется. Проект, по заверению разработчиков, начнет приносить чистую прибыль. Раз так, раз такой хороший пилотный проект, ну во-первых, мы им должны сами, так сказать, помочь какими-то финансовыми средствами или какими-то другими мерами. Но в целом, так сказать, у нас должен быть какой-то закон, связанный с вот этой зеленой чистой энергетикой, где мы должны будем, ну как минимум, если не тарифами, то просто в лобовую финансовыми средствами простимулировать. Вне всяких сомнений, внедрение зеленой энергетики – это своевременный и значительный вклад в улучшение экологической обстановки нашего региона. Остается открытым лишь вопрос по дальнейшей поддержке подобных проектов. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.